Шалом браха! В отношении с нашими близкими очень важно для нас, чтобы нас слышали. Если человек чувствует, что он его не понимает, его не слушает, то какие отношения у нас могут быть? Около 35 лет назад в Найбраке была свадьба, и была торжественная хупа, множество гостей. И после хупы принято, чтобы хатан и кала, жених и невеста, они заходят в комнату, где они полностью наедине. Первый раз в жизни они находятся наедине друг с другом, и они проводят там время, и только после этого они выходят и на танцы, и на весь праздничное событие. В тот момент, когда они зашли туда, они с Эли начали разговаривать, то вдруг между ними, в этой маленькой комнатке, пробегает не мышка беленькая, а маленькая огромнейшая черная крыса. И вот, когда это происходит прямо перед ними, между ними, вот так вот, то невеста, она падает в полную истерику, у нее такой шок, она говорит, что это Симан Минашамам, это знак с небес, что этот шедух, это не ее жених, это плохо, надо сейчас же это прекратить, и не, чтобы это сейчас, она не может продолжать, и не хочет жениться на нем, выходить за него замуж. Это огромнейший шок для всех, включено, конечно, не только для жениха, для всей семьи, все гости, все пришли, там музыка, все ждут, и она говорит, что нет, она никуда не идет. Кто бы ни приходил, ее как-то убеждал, они привели специально психолога, сел с ней, объяснил, что это вообще ничего не значит, это просто какая-то крыса пробежала, нет никакого в этом, не обращая внимания, но, что бы ей ни говорили, ничего не помогало, она оставалась при своем. Так как это была такая экстремальная ситуация, то отправили сообщение к Стайплер, Стайплер это был великий раввин того поколения, отец Ребхайм Каневского, и Стайплер сказал, что приведите ее ко мне. Ну и брак в то время, это был маленький город, даже сейчас, они быстро помчались к Стайплер, Стайплер обычно не, вообще не принимал женщин, только, но тут это было, опять же, нужно было спасать эту пару, и он сел с ней и выслушал все, что произошло. Стайплер сказал, он говорит, смотри, если ты хочешь знать мое мнение, то я считаю, что ты права, ты права, действительно. Чтобы такое произошло, выход в этой комнате, в такой момент, это что-то странное, действительно, какой-то знак, и все, что тебе психолог говорила, и говорит, и вся семья, это я не согласен с ними, я согласен с тобой. Когда она это услышала, она поражена, что Стайплер, Год Лаадор, главный раввин поколения, он говорит, что она права, и она как-то начала отдыхать, смотрит на него, и говорит, тогда Стайплер продолжил, говорит, ну, смотри, сказано в Талмуде, что «Эйн ктуба бэ ле тигра», нету ктубы, нету, когда происходит свадьба, когда происходит женитьба, то так как нужно решить много проблем, нужно решить этот договор заключается между родителями и женихом, и невестой, это, там начинается спор, начинаются какие-то разногласия, какие-то махлыки, с тигра это спор, какой-то стресс. Представьте, если так сказали хазалы, наши мудрецы сказали, что каждый раз, когда происходит женитьба, в каждой свадьбе там будет стресс, там будет какой-то неполадки. Значит, это так есть, так, значит, должно быть. Говорит, что смотри, тем, что вот эта крыса пробежала там, этим мы уже исполнили то, что сказали мудрецы, что должен быть вот это вот какая-то стресс и так далее. И поэтому вот это сейчас уже произошло, а теперь, Боруха Шем, слава Богу, у тебя отличный жених, все хорошо, иди возвращайся на танцы, и чтобы у тебя был прекрасный дом, прекрасная семья, и пожелай всего хорошего. И невеста встала, вернулась обратно, и началась свадьба. Стайплер здесь учит нам очень важную вещь. Он понимал, что сейчас с ней, и убеждать эту невесту, она находится в таком состоянии, что, в таком шоке, что это говорит как стеной, это бесполезно, ничего не будет. Поэтому первое, что нужно сначала ее открыть, но сначала, чтобы увидеть, чтобы она начала слушать, она начала как-то реагировать. И каждый должен подумать, понять, как это сделать, как это действительно человека начало повернуть к тебе. Иногда ты встречаешься с людьми, которые настолько как-то, они упорны в себе, они настолько как-то упрямы, и у них есть действительно такой, как занусь перед ними. Ничего не проходит туда. Поэтому первый шаг — это надо понять, как открыть их сердце. В Торе сказано «Ваишма Исро», и Итро — это тесть Машарабейна, он услышал или о дарване Торы, или о том, что произошло с египтянами, или с рассечением Красного моря. И он пришел, он сказал, что хотя никто, он был единственным, кто действительно сказал, что если такое происходит, я хочу быть частью еврейского народа. Он приходит, и он начинает давать советы, как лучше для Моше, для глава еврейского народа, как ему лучше сделать новую такую реархию, такую систему, чтобы все его, у еврейского народа были раввины, были люди, которые принимали бы вопросы. А не чтобы все обращались к Машарабейну, а чтобы были под ним люди, которые обращались с более простыми вопросами, только потом самые сложные обращаются к нему. И сказано в конце Машарабейну, Машарабейну слушает Итро, и действительно, его совет, он одобряется, и это происходит в еврейском народе. Как Итро заслужил, чтобы его Моше послушал? Итро заслужил, потому что Итро сам слушал. Ваишма Итро. У Итро было это качество, что он действительно мог что-то понять, он мог что-то услышать, он мог это принять в себя, он взял это на себя, он акцептировал это. Это мера за меру. Если у человека есть это качество, то, что он, во-первых, он умеет слушать других, он не начинает сразу же говорить им, что им делать, как он это считает, как он правильно, тогда очень часто это будет блокада, это будет как стена. Когда человек действительно он научился слушать других, тогда тоже его услышат. И одна из моих любимых историй, тоже показывает это, был один парень, молодой парень, который просыпается один день и говорит своей семье, что что-то он себя плохо чувствует, он чувствует, что его голова растет. Голова растет. Ну, его семья, естественно, говорит, что ничего, ничего не растет, все нормально, ты уже как бы вырос, и никакие это. но нет, он это не принимает, и он на следующий день, он говорит, что еще больше растет, через неделю он уже не входит из дома, они идут к врачу, врач все там проверил, все нормально, когда это продолжается, он уже вообще, как бы боится, куда-то показаться, он читает, что его голова уже совсем за другие размеры, не читал, ни францкавку, ничего, это не из-за этого. Но семья знает, что делать, ну, психиатр уже. Психиатр ему говорит, что после всех проверок, ну, что-то действительно, что-то тяжелое, тяжелый случай с этим, его нужно, если он положит в больницу, это займет, может быть, даже месяц или два, и с, ну, с медикаментами, с таблетками, это, ну, огромное количество таблеток, может быть, все-таки они вернут его, и в конце концов, если не вернут, но он будет более нормальным. Но, такое решение, это не просто отдать его вот эту клинику, они идут к Бейс-Истрел, Бейс-Истрел, это был Герри Рэба в то время, мудрейший, мудрейший, из здравинов, и, когда они приходят к нему, Герри Рэба усаживает его рядом с собой, говорит, что так, что не так? и этот парень рассказывает, что у меня растет голова, у меня как бы постоянно, как бы я вижу, ну, чувствую, что она все больше и больше. Герри Рэба на нее посмотрел, говорит, ага, говорит, ну, смотри, шляпу, вот когда, у тебя же есть шляпа, когда ты одеваешь шляпу утром, она у тебя еще, она у тебя подходит, шляпа еще, говорит, говорит, Бару Хашем, слава Богу, шляпа у меня одевается, говорит, о, смотри, каждый утро, когда ты просыпаешься, ты берешь свою шляпу и смотришь, подходит ли она к тебе, если она еще налезает на тебя, тогда все отлично, тогда все еще хорошо, как только ты видишь, что она не налезает, уже голова все-таки настолько большая, она не налезает, тогда возвращайся ко мне, и мы уже, мы уже с тобой займемся, чтобы, что делать дальше, ты понял? Да. Он возвращается обратно, каждое утро он послушно надевает шляпу, смотрит, что окей, шляпа все окей, говорит, окей, и так это заняло время, но без каких-то клиник, без больниц, без таблеток, он потихоньку вышел из этого. Горебе, первое, что он сделал, он выслушал его, он не начал говорить, как все остальные, что это чепуха, это ерунда и так далее, нет, он выслушал, он действительно показал, что это действительно, он понимает, он у него показался, чувство ему, и он ему научил, он показал ему, что это в твоих руках, с этим, как-то сражаться, и как-то с этим, выйти из этого. Он дал ему эти навыки, да, эти, как действительно, он смог с этим сам справиться. Это великая вещь, но мы видим, что первое, это научиться слушать. Ваиш, Маэстро, если ты научишься слушать, по-настоящему, и сочувствовать, и так далее, тогда тоже тебя будут, тебя услышат, и в этом отношении наших близких, наши близкие будут гораздо, гораздо лучше. по-настоящему, спасибо, я сперр. Спасибо. 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 Продолжение следует...